Здравствуйте! Это телепроект «Человек в городе». А мы в гостях у человека, который, в отличие от многих других, будет только рад, если ему подложат свиньё, разумеется, фигурально выражаясь. Знакомьтесь, Николай Плетнёв. Я знаю много версий на тему, что делает человека таким, какой он есть. Семья, гены, общество – до чепуха на самом деле. Неудачный старт и есть главный показатель – опустит человек руки или рванёт от того, что хочется забыть и исправить. Судьба сделала подарок, что я живу. И, наверное, что практически из наших выпусков у нас там два или три человека вот так попали, кто закончил высшее учебное заведение, кто сейчас работает. А в основном-то многие плохо кончили. Некоторые в тюрьме сидят того нашего времени. Да и сейчас это тоже не отличается, потому что те интернаты, те школы, где мы воспитывались, где сейчас воспитываются, потому что они не учат где жить. Его детство – это одинаковое клетчатое пальто, штампованные игрушки и скудные радости. А сегодня его называют главным котом Рязани, чёрным кардиналом всех праздников, идейным вдохновителем маленьких принцев и принцесс и тонким ценителем юмора, покорившим со своими танцевальными коллективами Париж и Европу. Это костюм, в котором я тогда ещё вёл фестиваль «Славянский базар». Правда, мне его сейчас надеть очень тяжеловато всё-таки будет, потому что он уже не в моём измерении, а здесь вот эти вот ёлочные игрушки, как я их называю. Самое почётное здесь, Владимир Владимирович Путин подписан, присвоено звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации». В одной из газетных статей была такая фраза «Николай Плетнёв – не подарок для журналистов». В том смысле, что лишнего не расскажет. Видимо, нам повезло, ведь сегодня он будет очень откровенен. По свету жизнь кидала, меня сдали в детский дом. Наверное, сотни раз он задавал себе вопрос «Почему?», когда кочевал из одного детского дома в другой. Елатьма, Михайловский район, Рыбновский. «Честно говоря, я о своём детстве начал говорить уже, когда мне исполнилось 50 лет. До этого как-то и не хотелось, и, честно говоря, и не хотелось говорить об этом, но как-то мы чувствовали себя ущербными. Но в то время детские дома отличались от сегодняшних, намного до 100%. Это были закрыты заведения, со своей дисциплиной, со своим отставом, со своими порядками, со своей детовщиной старшей». В Чапаевской школе-интернате их принимали в октябрятах. Пришлось идти в другое здание. За окном была октябрь, грязь и слякоть. Наверное, первый раз в жизни им сделали персональные подарки – копеечные книжки. Эти несколько листков бумаги ученик Коля Плетнёв запомнил на всю жизнь. «Я шёл и подскользнулся и упал, грязь. И упала эта книжка, которая у себя была в грязи, а сушить было негде. Кое-как я подумал, помыть надо, я помыл ещё до кучи её. Но всё равно она так осталась в памяти снова». «На попала тогда?» «Попала. Попала. Нас наказывали. Нас наказывали. Что такое состояние на горохе в углах, когда ставили на колени, мы это знаем. Что такое гимнастические палки по пяткам, мы тоже знаем». Ему прогнозировали поступать на ИСТФАК, но поддавшись зову сердца, с помощью своего преподавателя он собрал документы и поехал в Москву, в Институт культуры. В конце концов, с этой стихией он был знаком хорошо. «У меня была проблема с химией. И чтобы не получать четвёрку по химии, мне пришлось даже ставить спектакль в Полянской школе-интернат, чтобы не портить аттестат». «Первый курс института, я ещё молодой здесь, волосатый». В отличие от большинства детдомовцев, он не ждал помощи ни от судьбы, ни от государства. И поскольку, выражаясь словами Николая Викторовича, «на одну степуху в Москве не проживёшь», целых два курса параллельно работал в кочегарке. А на третьем позволил себе шалость, которая ещё раз убедила, не в деньгах счастье, иногда воспоминания юности стоят куда дороже. «Как-то вечером мы строили с лалом, вы бежите. У нас было трёхэтажное, и мы на тазах катались на лестнице, кто быстрее прокатится на время». «Кто победил?» «Ну, мы победили, конечно». «Из-за этого самосбродства мне. Ну, они не знали, что я из детского дома, но всё равно лишили премии. Мне, конечно, в третьем курсе там было тяжеловато, когда сепуху на полгода лишили. Но друзья есть друзья, общага есть общага». В стройном юноше сегодня и не узнать всеми любимого Николая Викторовича. Его душа ведь недаром так тяготеет к танцевальным коллективам и грациозным «Па». И сам когда-то скользил по паркету с партнёршей. Но поступать на хореографию не было смысла. С конкурсом «15 человек на место, где соревновались профессионалы» – это было пустой тратой времени. «Мы можем вот сюда зайти. Здесь занимаются. Здрасте. 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 Это наш театр социального танца, руководитель Аллы Петровны Творцовой». Когда ещё в кругу друзей они впервые заговорили о проекте «Чёрный кот», нашлось немало скептиков. Но уже после первого фестиваля смелая идея стала превращаться в самый узнаваемый культурный бренд региона. В комнате «Плача», кое Николай Викторович в шутку называет конференц-зал, собрана лишь малая часть наград и дипломов. Это вот самые первые, такие были у нас в Котовске. 93-й год, 91-й, 94-й. Это КВНовский, который Славянского базара. Пожалуй, единственный вопрос, который и правда поставил моего героя в тупик – сколько раз он выходил на сцену со словами «Добрый вечер, дамы и господа». А сейчас мы проходим по нашему, по моему любимому залу, потому что он раньше был у нас полностью застроен. Сейчас мы сделали центральные проходы, сделали там проход, сектора сделали, сделали портаром, в театром, чтобы как-то было для молодежи удобно. И, наверное, как считают, что один из, наверное, самых красивых залов нашего города. Среди клубных учреждений, разумеется. Он был и помощником, и режиссером, и заведующим, и директором. Сам признается, есть три Рубикона. Если перешел два, после третьего точно придется распрощаться. Отличный листок характера – авторитарность или управление. Из-за чувства справедливости однажды так и не сработался с начальником. Тот послал его за тортом к чаю. А вот когда дворец нефтяников выставили на продажу, боролся как лев. Я помню, даже в комсомолке была схватить, когда дворец молотка, директора с вертолета. Потому что мне, чтобы снять стресс, у меня Зина Курицына, моя подруга, сказала, тебе надо прыгнуть с вертолета с парашютами. Валерий Майоров с друзьями буквально вытащили его из постели и затолкали вертолет. Сегодня их вспомнить смешно. Николай Плетнев вообще из тех, кто относится к себе с юмором и легко воспринимает иронию. Когда мне говорят, Плетнев, а почему ты собираешься в нее? Я говорю, посмотрите. Добрый, старый хряк. Эта свинская история – отдельная тема для разговора. Началась она с безобидной фотографии хряка, выглядывающего из-за забора, которую, надо сказать, Николай Плетнев повесил прямо над рабочим креслом, где обычно принято располагать портреты генсеков. Потом подарили еще пару фигурок. И выяснилось, что свинская жизнь может быть очень разнообразной и увлекательной. А после известной фразы Валера Майорова по телевизору, по субботнему каналу «Увидим свинью, вспомним о друге», как все друзья же знают, что на дне рождения пойдем, можно найти чего-то. Самое главное – хрюшку принести, подложить свинью. Однажды студенты Радики подарили двух живых поросят. Один из них – Вася, так и стал дворцовым. Был подопечным местного электрика, любил бананы и совершал променад по коридорам. Любил ко мне приходить в комедию, почему-то здесь место расположения было другое. Всегда под моим креслом он справлял малую свинскую нужду. Глиняные, деревянные, вязаные, плетеные были даже свинюшки из хлеба, но букашки подпортили внешний вид. По этой же причине, кстати, не прижилась коллекция валенок. Больше всех она приглянулась моли. Зато хрюшек набралось более четырех тысяч. Даже с драгоценными камнями имеются. На каких только выставках не бывало его бесчисленное свинское семейство. А на итальянской таможне коллекция и вовсе подложила свинью. Набор из 25 предметов в стиле ню вызвал немало вопросов. За итальянскую таможню я их правил спокойно. Когда мы въехали в Россию, то меня чуть ли не обвинили, что я провожу порнографию. То да, порнографию, которая проявляется, которая является агитационным материалом через свиней. Ну, благо, поддержали коллектив, сказали, что я их собираю. Кто-то назовет его суровым и даже упертым. Но стоит увидеть, как горят при его появлении детские глаза, и все становится ясно. Он просто знает истинную цену многим вещам и никому не позволяет на них посягнуть. Свой дом у него теперь есть. И поэтому, как коллега, я от души желаю Николаю Викторовичу исполнить другую мечту. Как можно больше путешествовать, чтобы еще острее понять. Есть на свете место, куда хочется вернуться. Субтитры сделал DimaTorzok